На календаре 15 января. 15 января 1870 года на сцене Самарского городского театра блистала 19-летняя актриса Пелагея Стрепетова. Она потрясла всех в роли Елизаветы в драме писемского «Горькая судьбина». Тот театральный сезон стал поворотным в ее жизни. После гастролей в Самаре имя драматической актрисы Пелагея Стрепетовой получила широкую известность и признание. Она создала на сцене образ простой страдающей русской женщины. 15 января 1884 года вышел первый номер Самарской газеты. Издавал ее антрепренер и актер городского театра Иван Новиков. Через 10 лет газета перешла в руки самарского купца Семена Кастерина. Тот, в свою очередь, привлек к сотрудничеству ряд талантливых журналистов, среди которых был и мало кому известный Алексей Пешков, он же Максим Горький. На страницах издания были опубликованы многие известные произведения писателя – «Песни о соколе», «Старуха из Эргиль» и «Десятки фельетонов». По степи скакали кони в звонком топоте копыт. 15 января 1891 года в Самаре состоялся большой праздник для любителей конного бега. Правда, не в степи, а на льду реки Самара прошли первые соревнования лошадей расистых пород. На собственных скакунах выступили известные купцы Курлин, Егоров и другие наездники. В этот же день, 94 года назад, джаз начал свое триумфальное шествие по Европе. В Германии в продажу поступила первая пластинка. На ней, рядом с названием альбома, было указано, что это джаз. У джаза в Самаре богатое прошлое. Он появился здесь в конце 20-х годов XX века. Уже тогда начали организовываться первые джазовые ансамбли. А 60-е годы стали временем расцвета отечественного джаза. В 1962 году в Куйбышеве был создан джаз-клуб и состоялся первый джазовый фестиваль. «Карету мне! Карету!» – пожалуй, эту фразу Чацкого знают все. 15 января в 1795 году родился автор пьесы «Горе от ума» Александр Грибоедов. А еще русский поэт Осип Мандельштам, народный артист СССР Евгений Лебедев, известный композитор Максим Дунаевский. Сегодня с 60-летием поздравляют Евгения Шахматова, ректора Самарского государственного аэрокосмического университета, директора Института акустики Машинсгау, доктора технических наук профессора. 15 января именины у Ульяны, Серафима и Сильвестра. День Святого Сильвестра считался куриным праздником. Хозяйки в этот день наводили порядок в курятниках, стелили свежую солому, украшали на сест красными ленточками и уговаривали кур хорошо нестись. Такая была традиция. Всего хорошего!